Добрый вечер! Ну и сегодня мы немножко остановимся на том, как вообще вот эта ситуация, ну это общемировая ситуация нашей галактики, привела нас к сегодняшнему состоянию. Значит, у нас был, как известно, апокалипсис, и он выразился в том, что погибло очень много планет. Но, во всяком случае, до сих пор точно нельзя сказать. Вернее, можно сказать, потому что там же пыль образовалась от погибших планет, но они были взорваны. Но то, что было десятки планет, ну это само собой, но есть подозрение, что вообще было сотни планет. В нашей Солнечной системе, и они вращались не... Вот в этом промежутке, где сейчас вращаются между Солнцем и Юпитером, они вращались за орбитой Нептуна. Их там было много. А почему там? Там же, как бы, вроде считается холодно, далеко же от Солнца. Солнце вообще выглядит, как звездочка в районе Нептуна. Вот. А тем не менее, были планеты там все, основные. Ну, земная группа имеется в виду. Потому что там светила галактика. Галактика, она и сейчас светит, но в силу того, что у нас взорвано очень много планет, создалось вот это облако Оорты, оно так называется, да. Вот. И потом еще облако, оно называется рассеянный диск, но он тоже находится за пределами Нептуна. Вот. И облако Оорты тоже за пределами Нептуна, но оно очень далеко простирается. Ну, и поэтому у нас из-за того, что возникло много вот этой пыли, вот, она закрыла галактику, свечение галактики. А вообще, ну, видели ли фотографии галактики? Она же красивая, Млечный путь, да. Она, во-первых, светится разными цветами, но это весь небосвод светится. Светился сейчас, не светится. И было ярко, как вот солнечный день, вот, и тепло, самое главное. И поэтому там было много планет. Много планет и много экспутников. И там еще была целая плеяда малых планет, которые назывались океаниды. Океаниды сейчас, они остались у нас в греческой мифологии. Вот. А почему они океанидами назывались? Потому что, ну, слово око, они закрывали всю нашу солнечную систему. В округе были расположены. И око, это, в общем-то, пограничники. Они следили за тем, чтобы к нам, в нашу солнечную систему, посторонние летательные корабли не попадали. Ну, поэтому океаниды. Ну, а сейчас вот океанами назвали там. Это потому, что, когда вот случился апокалипсис, да, по нам, по земле, был тоже нанесен этот апокалиптический удар. Вот он создал вот океан. У нас не было океанов. Создал моря. Море от слова мор. У нас были озера, были реки. А моря, это уже искусственно, это последствия апокалипсиса, как и океаны. Но океанами их назвали только потому, что пришлось засыпать вот эти вот ямы, которые образовались в результате применения оружия Брамы, оружия Вишну. Ну, их там много, всяких видов оружия. В Махапарате описано 15 видов оружия. Ну, и самое сильное считается оружие Брамы. Но оно как раз распыляло. Ну, у нас подобные исследования в Советском Союзе, насколько я знаю, были тоже, да, подобные там разработки подобного оружия. Но я сейчас не знаю, как там все это. У нас обычно все плохо кончается. Все исчезает, потому что те же самые летательные аппараты, сколько я знал только, да, лабораторий, которые этим занимались. Ни одно на гора не выдали результатов. Ни одна лаборатория. Причем те, кто занимался, их тоже куда-то дели, их тоже не стало. Ну, то есть изобретатели. Ну, и я не удивлюсь, что то же самое, та же самая судьба постигла те, которые занимались так называемой углеродной бомбой. И, в общем-то, исчезновение вот этих вот планет привело к тому, что у нас возникла темнота, ну, и пришлось перегонять наши планеты к Солнцу, в зону Солнца. А вот эти вот Юпитер, Сатурн, Уран и Нептун, планеты-гиганты, они, в общем-то, являются потухшими Солнцами. Ну, я уже говорил, что у нас, в общем-то, все планеты земной группы, они создаются из пыли. А вот планеты-гиганты, которые имеют такое же строение, как и Солнце, они создаются в основном из эфира. И этот эфир продуцируют, как правило, живые существа. Ну, это их мысли, это их эмоции, это их чувства. Вот. Ну, это все эфирные дела. И поэтому Солнце всегда, в силу того, что это сепаратор, Солнечная система, и легкие частицы всегда находятся в центре, в результате вращения планет вокруг, так сказать, центра. Ну, они как бумеранг вращаются не только вокруг своей оси, они вращаются еще по орбите. И поэтому в центре всегда формируется эфирная плазма, которая, в конце концов, превращается в Солнце. Ну, и у нас, почему, в общем-то, этот апокалипсис произошел? Ну, потому что в свое время нам совет метагалактик предъявил ультиматум, чтобы мы заканчивали размножение и отказались от бессмертия. Ну, у нас люди все были бессмертными, у нас почему-то были и человечи, и человек одновременно. Ну, потому что одни приняли, значит, смерть и перевоплощение, другие не приняли. Но они оставались на позициях бессмертия. Ну, и поэтому их стали уничтожать. Ну, уничтожали целые планеты, целые спутники. Поэтому, в общем-то, такая вот катастрофа разразилась. У нас апокалипсис в какой-то степени описан, но, во всяком случае, упоминается. Это как раз откровение Иоанна Богослова. Но он там описан как предполагаемое событие, которое еще не случилось. В реальности он случился, потому что он описан везде. И в Тибитаке, буддистской, в Коране, в мусульманской священной книге и в Библии. Танахия – это уидейская книга. Но она самая первая считается. Тоже апокалипсис описан. А это говорит о том, что он уже произошел. Произошел этот апокалипсис. И вот Владимир, которого мы сейчас знаем как раз на солнышко, что это князь якобы. В реальности он у нас цесаревич. Цесаревич, то есть он сын царевича. Поэтому цесаревич. И, в общем-то, он после случившегося вот этого удара принял этот ультиматум. А ультиматум заключался в том, чтобы мы отказались от бессмертия. То есть нам разрешено было размножаться, но не разрешено жить вечно. Ну вот Владимир принял этот ультиматум. Ну и плюс еще к этому был условие отказ от богов. Вот Владимир сначала отказался. У нас было 70 тысяч богов уже, да. А богов, количество их все время возрастало. И у нас были числа боги. Ну вот он отказался. Ну шесть оставил. Там вот Перун, Стребох, Семаргун, Хорс, Магоч, даже бог. Ну всего шесть богов. Но Совет продолжал уничтожать наши планеты. Ну и поэтому Владимир отказался вообще от богов. Вот. Но он оставил Всевышнего. Но он не сказал его имя. Ну во всяком случае, он может и говорил, но до нас он не дошло. Но в реальности это мог быть и Бриорей, который командует нашей галактикой. Это мог быть и Кот, который командует нашей галактикой и ее спутниками. Там у нас больше 20 спутников, в том числе два Магеллановых облака. Это большое и малое облако. Но они, конечно, не такие большие, как наша галактика, в которой 400 миллиардов звезд. Ну а в 3-4 раза поменьше. Но тем не менее, это большое количество звезд. Тем более их 20. Этих было спутников. Но это на сегодня открыто. Их может быть и больше. Он отказался, значит, от бессмертия. И оказался от богов. И вот он взял, значит, Всевышнего. Всевышний, скорее всего, назвал Ягшу. То есть это уже был не бог, не число бог. А у Ягши у них два вида происхождения. Они могут быть рождены тем же биоцинозом, там биосферой. То есть это астрально-ментальная какая-то конструкция, превращающаяся в существо. А может быть, значит, и человек, ну, какое-то существо разумное, тоже стать хозяином какой-то местности. Ягша – это всегда хозяин какой-то местности. Там горы, леса, речки, поле. Ну, и всегда, когда вы приходите куда-то, нас всегда спрашивают разрешение Ягши. Слово Ягши отца у нас осталось, но оно имеет негативный несколько смысл. А в реальности это, в общем-то, персонаж, с которым нельзя ссориться, потому что могут быть неприятности и очень большие неприятности. Ну, и вот Владимир, отказавшись теперь уже и от этих шести богов, он, в общем-то, ввел Ягшу, Всевышним назвав. Ну, вот Кот он командовал, значит, и Магеллановыми облаками, и с нашей галактикой, но со всеми ее спутниками. Бриорей командовал всей нашей галактикой. Вот он тоже мог быть, ну, кого имел в виду Владимир. А вот Геаз, Геаз командовал созвездием. Это Плеяд. Мы вообще относимся к Плеядам, хотя мы в рукаве Ориона находимся, но созвездие Плеяд. И там вот командовал Геаз. Ну, и нашей срочной системой командует Люцифер. Ну, а самой землей командует Дьявол. Ну, и вот получается, кого он имел в виду, Владимир? Ну, вот назвав все-таки его Всевышним, ну, это значит, ну, не Люцифер. Это должно быть что-то большее. Это может быть Геаз, может быть Бриорей. Ну, да я склонен считать, что это все-таки был Бриорей. Ну, а Дьяволом, ну, мы считаем, что Дьявол не мог быть Всевышним, потому что он у нас в основном только связан с отрицательными явлениями в нашем обществе, с продажей душ, да, людей, получение там каких-то поблажек, но это все неблаговидная деятельность, и поэтому... Ну, а Люцифер, он, в принципе, к нам никакого отношения не имеет. Ну, не имеет, но на Бриорей все-таки это галактика, это мощь. И вот он, отказавшись и от богов, он пытался вводить вот эти, у нас же были марки так называемые, это когда слово боги, значит, символы боги. Вот, а числа боги, ну, это наша система, от которой он отказался, но вынужден был отказаться, потому что миром правят числа и их отношения, известное старое выражение. А вот ему пришлось отказаться. Большинство цивилизаций, и в нашей галактике, и вообще в космосе, а космос, там много галактик, там много вселенных, они не имеют богов. Они не имеют богов, и, в общем-то, ну, живут без них. Но это цивилизация однодневки, потому что нет бога, все дозволено, как говорил Достоевский. Ну, и поэтому, в общем-то, вот этих вот цивилизаций, которые сегодня нас захватили, поработили, да, вот идет, этот негатив, и вранье вот это сплошное, и всякие вот эти, денежная система, потом, значит, захват рейдерский, разного имущества. Но все это идет от этого, потому что эти цивилизации, они не жизнеспособны, если нет богов. Но мы вынуждены были отказаться от богов. И вот эти, хотя и вводились там, символы боги, звука боги, запаха боги, но это все равно не та уже система. Она уже не может заменить число богов. А на число богов, вот видите, было 70 тысяч, от которых пришлось отказаться Владимиру. Но за счет этого он смог сохранить часть нашей цивилизации. Больше эта часть погибла, естественно, а часть все-таки смогли, он смог сохранить. И вот он, у нас священная книга была, канон, он вел Танах. Ну, Евреев, это сейчас считается главная книга. А она как раз вот ввела перевоплощение, но и запретила бессмертие. Ну, и вот у нас начались после апокалипсиса вторжения инопланетные. Вот они везде, где прорывались, да, эти инопланетяне, захватчики, да, они там устраивали газоват, то есть уничтожение всех бессмертных людей. Но, в общем-то, все, кто не принял перевоплощение, они были иудеями, поэтому-то иудеи с тех пор и не любят, и, в общем-то, уничтожают. Уничтожают, преследуют, понятно. Хотя, понятно, что иудеи не помнят этого. Там были жрецы, яви. Вот яви и жрецы, они хранители. Хранители, но я могу это точно сказать, потому что я с ними встречался и говорил. Они современных евреев, ну, у нас сейчас все евреи, всех евреями, иудеев назвать евреями. Евреи, это вообще-то жрецы яви. Они хранители, хранители той информации, которая была у предыдущих цивилизаций. И понятно, что они не светятся, не светятся, ну, потому что их сразу уберут. Хотя, вот, к современным евреям они очень негативно относятся, как ни странно. Но негативно как? Они их, конечно, не преследуют, не гоняют, но не говорят, что у них нет знаний просто-напросто. Ну, с ними можно согласиться в какой-то степени. И вот Владимир вводит Танах. Танах, то есть, он вводит перевоплощение. Танах, сначала, это была главная книга православия, потому что православие это перевоплощение. А вот после Танаха он вводит язык. Язык и книга получает название Авеста. У нас, потому что была книга Веды и книга Весты. Вообще, в канун входят четыре книги. Вот, Веда, Веста, Тора и входит принципат. Четыре книги. Вот, принципат, там, законы и все достижения. Мы сейчас говорим законы, это вообще явления, и явления построены на принципах, поэтому принципат. А Тора, ее сейчас говорят, что это история, то есть, из Торы, да, Тора это вообще протарение у нас, потому что, ну, сейчас вот нас именуют по-всякому, да, то есть, святцы, посвятцы нам дают имена, но эти имена в действительности имена мучеников, и мы повторяем вынужденные судьбам мученичества. Ну, и, в общем-то, нам, так сказать, было повелено мучиться для того, чтобы мы вырабатывали гавах. А гавах это отрицательная энергия, энергия страданий, которая очень энергетически емкая, одна душа человека дает бомбу, которую сбросили на Хиросиму и на Гасаки американцы. То есть, это 20 килотонн, тративного эквивалента, говорят, да, ну, 20 килотонн. Ну, и понятно, что она, вот эта энергия, она стала разменной монетой нас в галактике. И, кроме нас, естественно, есть еще цивилизации, которые используют на гавах, которых, в общем-то, души используются на гавах. Ну, то есть, бессмертий души у нас не стало. А не стало это вот после, когда ввели Мишну. Мишна тоже священная книга, она есть у евреев. Но она была введена в годы правления Петра Самозванца. Ну, мы знаем, что Петр был подменен, и у него кличка-то Никон. Ну, это не совсем кличка, это имя, в котором закреплено вот это отрицание кона. Мы же из Поконникова жили по конам, а Никонон их отменил. Ну, и против него выступил его сын Алексей. Ну, не сын, конечно, это пасынок, но между ними был противостоянием. В свое время он был пленен, Алексей, мы его зовут сейчас Алексеем, да, ну, и его допрашивали, и говорят, что он всех сдал, но это свист очередной наших захватчиков от Римлян, потому что они захватили землю, потому что он не стал ничего говорить, потому что он откусил себе язык, выпинул в лицо палачей. И вот часть него Петербург, он же не просто Петербург, а Санкт, да, это сокращенно Сангод, священный Год, потому что Петр, он в реальности был Готом, он возглавлял Годию, и там как раз и произошла подмена, подмена на писигладца, Петр самозванец это писигладец, потому что у него уши, они как вот у нас, да, на уровне бровей, верхушка ушей, она находится выше, она вот здесь находится, и поэтому говорили, что это вот Гришка Отрепьев, да, с обрезанными ушами, обрезаны, они просто выше у него сделаны, но это генетически, потому что он потом писинагов, римляне это писинаги в реальности, не в русских сказках широко представленные, но вот которые Крестецкий собрал, а Крестецкий это друг Пушкина, да, и он собирал их на два тома, но он так и не сдал, они ходили в свое время в рукописях, эти два тома, но мне посчастливилось их почитать, ну там совсем к русским сказкам современным никакого отношения не имеют, они в основном сюжет взят, что у нас же долги пошли у всех, да, и вот кто не выплатил вовремя, это их забирали в рабство писиглавом, или писинагом, писинаги это тоже римляне, но там римская империя и римская империя, т.д., но они друг друга в общем-то определяли, туда еще византийская империя входила, вот был когда-то триумвират, но когда Владимир стал императором Византии, он стал потому, что женился на принцессе Византии Анне, она антка, антки это анты это в общем-то были люди-обезьяны, которых мы сейчас знаем как снежные люди, у них целое поселение есть, вот они храм построили, мой друг там принимал участие в строительстве, не буду говорить где, но они туда приходят молятся, причем на них смотришь, они же одеты, обычно ведь люди снежные, они же разодеты, они в общем-то как бы в нашей цивилизации, да, у них так длинные руки, ниже колен, но если они не опускают, то и не определите, что это не человек, не люди, и вот когда Владимир стал этим императором, он стал императором после того, как император Роман умер, ну и женщинам нежелательно становиться императоршами, да, ну вот стал Владимир, стал Владимир и в общем-то он объявил войну песеглавцам, ну и песенагам тоже, поэтому Византия выкинули из Триумфирата, но Владимир не победил, но он и не проиграл, но его просто предали, его это супруга Анна, она со своим любовником Осмудеусом, но это описано, кинула его с престола, ну и в конце концов он погиб Владимир, но Византия уже в Триумфират не взяли, и вот сейчас там только два орла две головы орла, орлы опять же, да, ну потому что в реальности над всем этим стоят птицелюди, птицелюди, которых возглавлял в свое время Горуда, с ними значит воевал и кого мы называем Гераклом, это Росслав Мудрый в реальности и воевала Гера, а Гера это в реальности супруга Ивана IV, Ивана Грозного, у него был до всего супруги, а не всем, как нам рассказывают, и когда уничтожили Ивана IV, то есть Ивана Грозного, да, Гера, она продолжила в общем-то его дело, ну и Геракл, Геракл это, кстати, Гера, Ярослав Мудрый, который являлся сыном Ивана IV, а вообще-то его назвали Федором и придурком назвали еще, ну в нашей истории, у нас не могут быть нормальные люди, согласно философии захватчиков, у нас все может быть только скверное, поэтому вот Федор, которого придурком называли, вот и был Геракл, ну и Ярослав Мудрый и Города, они в общем-то власть над землей захватили. И вот птицы-люди, о них в общем-то нам поведал в свое время Мудашев. Ну и еще перед этим было сообщение от Ив Кусто, вот, у него потому что сын, не встретившись с этими птицелюдьми. Ну и так все. Ну и вот этот, который у нас считается Рюрик, да, ну это тоже птица-человек, но говорят, что он у нас возглавил династию. У нас было две династии, это Великий Могол и Велимагия, правильно говорить, и Моговеи, ну это две царские династии, ну была, скорее всего, третья династия, но я пока никаких данных не нашел и с ребятами не встречался, все еще, когда возник такой вопрос, сколько же все-таки у нас царских династий было. Ну и поэтому про третью династию пока не знаю. Вообще у нас, потому что род это шезница, в одну шезницу рожденные, они все похожи, они родственники, но они временные родственники по времени, а есть еще клановые родственники, клановые это генетическая так сказать связь, то есть это настоящая мама и папа, они могут родиться не обязательно в эту шезницу, они могут родиться там в другое время, у нас три рода создавали племя, ну и у нас племенные книги были уничтожены буквально после революции 17-го года, и родовые книги уничтожены, но они уничтожились все время, но вот особенно постарались в годы советской власти все это зачистить, и вот когда Владимир вел Танах, он в общем ввел перевоплощение, а потом из-за того, что у нас богов не было, нас били как детишек, ну то есть сопротивления то не было, и вот он вводит язык, а язык был оружием, вот он вводит санскрит, ну поскольку его дал рус, этот язык нам, ну он же Прометей, поэтому этот санскрит перемен был в русский язык, а вообще вот языки, которые у нас были на земле, рамейский там язык, зентавесты, санскрит, русский, но это все один тоже язык в реальности, ну и потом на нем говорил и Махенджаро, да, то есть, ну все говорили, один язык то был русский, русский, и он использовался как именно оружие, потому что определенное сочетание звуков могло вызвать превращение, могло вызвать смерть, могло вызвать изменение событий, течения, знать просто надо, поэтому нам у нас русский язык очень сильно реформировался, вот сначала выбросили торжественное письмо, так называемое, 108 знаков, оно в том, что в первом круге пантеонов было 108 богов, вот этот Мефодия и Кирилла реформа, она отменила как раз торжественное письмо, которое сохранилось еще у египтян, да, потом еще было три реформы, ну всего четыре, за годы советской власти четыре реформы русского языка, выбросили, значит, у нас был 151 знак, значит, выбросили 108 сначала осталось 43, потом 10 еще букв выкинули, а потом еще наши буквы были значимы, то есть несли функцию, то есть аз, бук и веде, они, это слово было, это не буква, символ, да, а стали звуки выводить, просто звуки, вот это тоже одна из таких провокаций, которая сделала наш язык беззубов, а вообще у нас словообразование было благодаря именно значимости каждой буквы, и поэтому мы давали определение, а это была аббревиатура, аббревиатура определения вот этого понятия нового, то есть у нас возможность создавать новое понятие было заложено в русском языке, сейчас же этого нету, то и выкинули еще 10 букв, вот 43, осталось 33, вот сейчас у нас 33 буквы, ну и готовить новую реформу, выкинуть там еще 10 букв, все вот эти сложные я, йо, йо, да, все эти буквы сложные выкинуть, си краткой которые, выкинуть шипящие вот это ж, ш, щ, ну то есть привести к тому, как вот сейчас у евреев язык там 22 букв всего, но их опустили ниже всех, ну и нас хотят сейчас тоже опустить до этого же уровня, ввели значит язык и у нас получилась авеста, в это время, поскольку Владимир создал Русь, Русу мы крещены и он нам дал язык, и поэтому мы русские, и мы использовали русский язык именно как оружие теперь уже, да, тогда еще не было реформ вперед Владимир, он затем-то все-таки слинил, в этот момент Русь значит противостоит иудеи, а иудеи они оставались на позициях бессмерти, не приняли перевоплощение и смерть, но их поэтому не уничтожали и уничтожали пачками, можно так сказать, и вот Яромак, потому что и Иван IV погиб, и Гера погибла, и Ярослав Мудрый тоже погиб, ну и вот Яромак продолжал, которого мы знаем сейчас как Яромак, он вводит, разрешил убивать, настолько превращали в неопасную форму, ну чтобы просто не было обратки, там челюсть выдвигали, вытягивали рога, старались вырастить человеку, чтобы у него не было ответки, он не мог ее дать, то есть вот здесь вот, а у нас здесь зрительный центр, все же на телепатии были, то если тут вырастет, ну телепатия уже человек лишался, лишался связи с другими, словесно вот ведь не было языка, ну или вот здесь вот рог, единороги так называемые, но это как раз перекрытие булиного центра, центра воли, вот у нас если перерезать табалу, смычку двухполушарий, чего у человека возникает, войсковая гибкость, человек, как поставишь, в какую позу, он будет так и стоять, у него воли абсолютно никакой нет, ну и короче говоря, Баян выступил против Хиромага, что он ввел возможность убивать, он был против убийства категорически, он даже отказался от собственного бессмертия, он был приверженец бессмертия, ради того, чтобы не убивать противника и ввел значит зэнт, да зэнт это как раз убаюкивать противника и его потом пленить, поскольку он противостоял Яромагу, это очень серьезная была фигура, ему пришлось объединиться с Владимиром, ну и вот тогда при объединении возникла зэнта веста, зэнта веста, ну и Владимир с Баяном стали союзниками, ну и всего того, что пришлось отменить и вот эти шесть богов, которые он оставлял Владимир и он вообще ввел Ягшу, да, пришлось значит ввести Единобожие, то есть вот этого Всевышнего, который даже не бог, а вот Ягша, Ну и Талмуд это уже Единобожие, то есть Владимир выполнил все условия захватчиков, которые нам были предъявлены и мы в принципе тоже должны пойти по этому же пути, почему мы не должны допустим иметь тех же богов, ну по той простой причине, что боги дают нам дыры, но все кто их почитает, кто их хвалит, кто их славит, вот они получают дыры от богов, а это божественные способности людям даются, ну а если тебе даются божественные способности, понятно, что вы становитесь неуязвим ни для каких других цивилизаций, поэтому и было условие отказ полный, отказ от богов, ну и Владимир выполнил это условие, а вот уже потом был за арт такая священная книга, это была Александра Вячеславовна, супруга Александра Невского, которая разрешила, когда войско все мужское погибло, да, и вообще мужское пол практически исчез с Руси, ну она разрешила выходить замуж за готов, а готы это не люди, это люди коты, и за антов, но это тоже не люди, это люди обезьяны, но они все инопланетяне, что готы, что анты, и получилось, что Зоар разрешил, до этого только Владимир царским особым разрешено жениться на нелюдях, да, а тут уже для всех разрешено было, а вот после Александра Вячеславовны, да, была введена Мишина, Мишина, которая запретила перевоплощение, вот как раз Петр самозванец это и ввел. Вот такая вкратце история смены наших вот этих священных книг от канона до Мишина, но Мишина, она тоже недолго просуществовала, это конец 18 века, и уже в 1820 году вводят Библию, Библия, которая провозглашает человека рабом Божьим, а поскольку у нас в Боге кто только не записывался, ну, поэтому инопланетян тоже считают Богами, ну, и мы, в общем-то, на вполне законных основаниях провозглашая себя рабами Божьими, да, мы фактически подписываем себе рабство, значит, перед нашими захватчиками, ну, и, в общем-то, ведение вот этого крепостного права, которое в действительности было рабством, оно просто по-другому называется, но, вообще-то, рабство, потому что у нас можно было продавать и детей, и жен, и мужей, ну, как захочет хозяин, использовать их для всяких этих зрелищных представлений, которые в онлайн демонстрировались, это и бои, вот эти, гладиаторские, эти всякие оргии, которые, ну, наших, так сказать, людей, землян, заставляли участвовать, поскольку они-то ведь не люди, вот, но это продолжается до сих пор, хотя в 1861 году рабство было крепостное, во всяком случае, официально отменено, хотя оно продолжалось существовать, оно и поныне существует, у нас есть невольничьи рынки, у нас продают, ну, в основном детишек там продают, сексуальных рабынь там продают, ну, и это достаточно такая популярная тема, но она не у нас, она, вот, параллельная их структура, которая нас захватила и эксплуатировала, то есть Римская империя, никуда она не делась, она здесь, она продолжает свои безобразия, творить с нами, более того, они сейчас нас выращивают стали на гавах, вот, на гавах, ну, и, значит, посовывают нам всякие, значит, предложения, типа, вот, продайте душу, а мы вам, значит, удачу сделаем, значит, успех будет у вас сопровождать всегда, но они узнают эти каналы, как подключать, ну, любую душу можно подключить и вот космоэнергеты, они нащупали этот момент, но не полностью, потому что, ну, кто знает, с космоэнергетами работал, как все подключение происходит, но оно не совсем правильно, оно производит подключение, но не так эффективно, как, например, это было в православии, в древле православия, потому что в древле православия, оно предполагает и бессмертие для людей, и кто хочет перевоплощаться, ну, значит, и перевоплощение тоже. Родоначальник древле православия был как раз Ярослав Мудрый, Владимир просто православия, а Ярослав Мудрый древле православия, потому что он предполагал бессмертие, он предполагал богов, которые должны быть у жрецов. Понятно, что мы не должны распространять идеологию вот этого много Божия, ну, потому что там люди, становясь богами, они, в общем-то, становились несокрушимыми, вот поэтому нам и предписано и бессмертие убрать, и богов убрать, но все Владимир выполнял, все эти условия. Ну, и мы должны продолжать эту традицию, ну, а иначе нас вот собрались переселять сейчас на Нибир, которая вращается одновременно Альфа-Центавра и нашего Солнца за 3600 лет. Ну, вот недавно они переселили, ну, как недавно, это чуть больше 300 лет с лишним, да, переселили из Полинов туда, потому что титаномагия, которая описана, значит, у Исиода, и она же описана в Рамаяне, там битва при Курушете, да, это Рамаяна, и там титанов сбросили в Тартар, ну, там была ядерная война, опять же, там хуже была, чем ядерная война, во всяком случае, следующая цивилизация была из Полинов, она, в общем-то, уже ну, лишена всего была, и поэтому легко было внушить, что Земля плоская, ну, и раз они приняли эту идеологию плоской Земли, их признали неразумными и переселили на Немезиду, потому что они говорили, что Земля плоская, солнце лампочка, Земля покоится на трех китах или слонах, там, которые стоят на черепахе, ну, и другие глупости утверждались, что позволило переселить туда, ну, и нам сейчас тоже у нас удалось убедить, ну, не убедить, там, в основном проплаченные наши академики, особенно вот Соединенных Штатов, они уже постановили, что Земля плоская, что на Луну никуда не летали, ну, и так далее. Да и что, НАСА, ну, это агентство космическое, американское, оно не препятствовало и не возражало ни против плоской Земли, ни против того, что они не были на Луне, согласились со всем, ну, и все, мы сейчас тоже обречены, но то, что нас готовят к переселению, об этом говорят, во-первых, все сведения о продвижении не берут засекреченные, говорят, что сейчас не берут видна на небе, но она, в принципе, давно была видна, а сейчас она стала яркой, звезда, уже, как бы, сложно ее не заметить, во-вторых, у нас учебники астрономии, вообще предмет астрономии изъяты из всех школ планеты, но и, самое главное, запрещены и закрыты все обсерватории астрономические, то есть, нас подготовили к переселению, ну и поэтому, в общем-то, жильцы должны, в общем-то, воспрепятствовать этому, во-первых, воспрепятствовать тому, что мы неразумны, вот у нас же Максимальная Организация Космической Коалиции, которая в ВОК, в 2015 году мы приняты были в Космическую Коалицию, которая предлагала нам вступить, ну и мы, в общем-то, провели международную конференцию с просьбой, чтобы нас включили туда, ну и в 2015 нас включили, наконец, но с тех пор самих-то индивидуальных членов у нас не много, там сколько-то сотен наберется, а в основном коллективные, коллективно у нас и лесной народ высказался с желанием быть в ВОКе, вот сокращенно ВОК, Всемирная Организация Космической Коалиции, ну и Исполины тоже высказали желание быть в ВОКе, но мы рассылали разным странам, вот они они отказались, ну и никак себя не проявили, кроме Индии, но в Индии сейчас же там больше миллиарда, больше даже, чем в Китае народ, поэтому, в общем-то, если нас оставят, да, а я думаю нас оставят на Земле, ну то есть во всяком случае им не удастся захватить Землю, мы останемся здесь хозяевами, ну а все, кто страны захотят, у нас коллективное партнерство или коллективные члены, они имеют место быть и могут вступать, естественно. Межгалактический совет, да, он в принципе обещал помочь, обещал нам помочь, но поскольку они всегда стараются учесть все мнения, да, все пожелания, всегда, ну такое-то не бывает, что все у всех учли, да, кому-то все равно будет не совсем хорошо, но не совсем хорошо, я думаю, будет нам. То есть мы, конечно, будем выступать, чтобы все человечество оставили на Земле, но могут не оставить, то есть членов ФОК могут, например, оставить, а остальных всех переселить на Нибиру. Там ведь Нибиру, она же двигаться будет по срочной системе, а это ведь более 200 лет должно пройти, пока она достигнет, выйдет за облако Орты, где светло и тепло, так как 200 лет надо же как-то их прожить, в полном холоде там же минус 263 градуса, почти абсолютный ноль, на 10 градусов, градусов только выше, то есть там полное оледенение, я не думаю, что нас там кто-то будет ждать, на это Нибиру, поэтому там мы обречены, ну, я думаю, исполин тоже погибли все, кого переселили туда, ну, понятно, что замерзнуть, это может даже не умереть, а пойти сразу на головах, ну, вот вкратце такая вот у нас сегодня беда, и мы должны восстановить и перевоплощение, и жить зачем нужны, для того, чтобы сопровождать умершего человека на том свете и возвратить его обратно в эту жизнь, к тем же родителям, к той же маме, к тому же папе, к теми же братьями, с теми же сестрами, ну, и чтобы, значит, все повторялось, и у нас тризна, ведь она во всех языках тризна, как понятие существует, но никто ее не делает, а тризна делалась именно для того, чтобы человек мог перевоплотиться, а у нас ее сейчас не делают, тризну, ну, понятно, у нас делают тризну, в большинстве, ну, в основной массе, конечно, никто ее делать не собирается, вот, сейчас мы сделаем с вами небольшой перерыв, после чего я отвечу, на ваши вопросы, возможно ли раскреститься самостоятельно, или же для этого нужен знающий человек, а также возможно ли раскреститься заочно, удаленно, как это осуществить в ограниченных обстоятельствах, крещенном неосознанном младенчестве и в осознанном 25 лет в одной из христианских конфессий, которую оставил уже более 10 лет назад, так как не вижу очевидное и не могу с этим мириться, но раскреститься, конечно, можете в единственном числе, но будет ли этот эффект также, причем присутствие нужно уже жильцов, но те, которые по рампу получили, передача по традиции, вот у нас жильцы же все-таки по традиции, и мы когда сюда в наше общество запускали жильцов, да, у кого было посвящение, то есть по рампу у кого было, которые, значит, там видны уже на небе, у нас было два все-таки, одного мы приглашали непрописного, и это, и уже от них вот пошло потом, все это передача, но так вы можете по рампу не получить, понимаете, какая штука, поэтому тут попробовать можно, но будет ли это эффективно, бабушка на 2 сказала, хотя, вот именно ситуация, как вы правильно заметили, она такая, что надо как-то это все решать, потому что мы не везде можем присутствовать, сейчас, во все места можно приехать, тризна, мама ушла чуть больше двух лет назад, и я очень переживаю за нее, а тризна имеет весьма слабое представление, возможно ли помощь в проведении тризны знающим человеком, если мама не против, в общем-то, потому что когда делаешь тризну, и человек, допустим, он, ну, был в христианстве, там, или мусульманстве, или буддизме, ну, в какой-то официальной конфессии, он потом такие начинает выдавать, что те, кто делают, но им мало не кажется, ну, поэтому без этого согласен, человека, который ушел. в последнее время много говорите, пишите, не едини, сколько времени можно голодать без вреда для здоровья, хочу попробовать ничего не есть в течение сорока дней, для этого нужно еще и ничего не пить, или достаточно заказаться от еды. Вот видите, надо быть осторожным, вот, фашистских Констангирях, они делали опыты на людях, когда, и выяснили, когда, и сколько человек может не есть и не пить, так вот, у них получилось семь дней в массе, вот, семь дней человек не ест, не пьет, после чего он умирает, но вот, и не еды, они же, они и не пьют, да, но они, если потихоньку входить в эту систему, да, семь дней поголодали и не попили, да, посмотрели, как у вас все это прошло, на чем отразилось, ну, внимательно смотрите за своим состоянием, как на глаза это все действует, ну, и потом побольше сделали, там, не семь дней, восемь, а девять, десять, но смотрите опять по состоянию, ну, и так, в общем-то, такими каскадами заходите в это неедение, да, ну, и уже потом сможете спокойно не ездить, вы говорите при уплощении сейчас нет, кто тогда сейчас рождается, ну, а рождаются у нас же этим всем руководят так называемые деволосы, вот, кто попадает в ад, а мы все попадаем в ад, неважно, там, праведник, грешник, все попадают в ад, вот, и там руководят деволосы, ну, они смотрят, у вас мало галаха, набралось, ну, тогда вы идите, страдайте еще, наберите нормальное количество галаха, чтобы были пожарнее, чтобы вас можно было использовать, вытопить с вас этот галах, ну, и вытапливают потом, могут несколько раз заставить вас перевоплощаться, ну, кстати, в буддизме тоже перевоплощение это наказание для них, они хотят уйти и больше не рождаться. Если проводить генеральную чистку организма, то сколько дней мы должны пить касторку и сколько дней отдыха от касторки. Практиковать по вашей книге нужно после чистки организма или еще есть какие-то условия, чтобы начать практиковать. Ну, у нас, видите, вот касторка, она вообще зачем применяется? Она применяется за тем, чтобы смазать кишечник, потому что, когда пойдет желчь, ядовитая желчь, застарелая желчь из печени, чтобы она не прожгла кишечник, а это может запросто быть. Когда она прожигает всех там глистов, паразитов, обитающих кишечники, это нормально. А вот касторка, она обладает тем вот качеством, что она проникает в любую щель, в отличие от всех других масел. Это только у касторки такое свойство. И она смазывает кишечника. У нас же там всякие застарелые камни, каловые, например. До 20 килограммов иногда у людей накапливается, а касторка, она под них проникает и отлепляет их от кишечника. И они уходят. Но поскольку камень такой не выведешь из кишечника, применяют, как правило, кефир с касторкой. А кефир это гриб, грибок. Он в каловых камнях начинает размножаться. Эту методику открыла Устинова как раз Ольга Ивановна. Она разлагает этот каловый камень и, в общем-то, он уже спокойно, безболезненно выходит. Он уже может выйти, потому что он уменьшается, раскалывается на маленькие кусочки и можно их выводить. А чиститься можно... Ну, как чиститься? Там же сначала надо попить немножко эти желчегонные травы для того, чтобы... Ну, камень он не должен стронуться. Вот касторка она еще не трогает, не сдвигает камни. А вот масло, да, оно сдвигает. Поэтому важно, чтобы касторка была правильная. У нас сейчас заменителей много, которые подают под видом касторки то же самое вазелиновое масло, которое есть не что иное, как полученное с нефти вазелиновое масло, а ее как касторку продают. Но она тягучая. Тягучая еще обычной касторки. Нормальная касторка, она не тянется, она пьется нормально. Но она жидкая. Ну, а потом уже попить просто масло. То есть сначала касторочка, а потом уже просто масло, которое сдвигает эти камни. Но поскольку у вас уже были желчегонные, да, они размягчили эти камни. И они уже могут пройти через желчные протоки. Попасть, значит, у нас в 12-перстную кишку, ну и вывезти уже кишечник и потом выведет. Каким способом можно дать обережество своим детям, взрослым, детям, родителям, близким? Ну, там есть имя и наречение, оно одинаково, не важно, там, отчеством нарекаете настоящим именем или обережеством. Вопрос, как будет происходить переселение на Нибиру? Насильственно, если кто не хочет. Ну да. С чем связано повсеместное строительство квадратных домов и присутствие квадратной симметрии в технике, мебельном вообще везде? Так это же форма, которая забирает у нас энергию. Вот на севере там все углы в доме они скруглены у северных народов. Вот, а внешне у них вот брюна так вот лежат и вот сюда вот заходит энергия. То есть это дома накопителей энергии. Вы говорили, что нашей цивилизации 500 лет, а как же раскопки, которые говорят о истории до нашей эры. То есть 2000 лет назад. Ну, это свист художественный. У нас ведь те же самые динозавры, но они сейчас встречаются, динозавры, да, фотографии, но в интернете фильмы даже сняты, не один. Они продолжают в общем-то жить. Вот, а они погибли все. Вот у нас было апокалипсис, потом Армагеддон начался, потом Газоват начался захваты, вот. Их ведь уничтожали захватчики, потому что динозавры были домашними животными все. Их использовали для как гувернанки, воспитания детишек, как значит эти няньки для выращивания детишек. Их использовали как плавательные средства, их теозавров, вот, те же самые птеродакли, их использовали как птиц, вот, бронтозавры использовали как танки, ну, видели бронтозавров. Такое природа сама не создаст. Они все искусственно созданы. Вообще исследование их ДНК показало, что у них человеческая ДНК. То есть они созданы из нас. Вот. То, что им говорят, что у них там две тысячи лет, там двадцать тысяч лет. Ну, кто что гораздо. У нас способов определения возраста нету. Правильно. Все эти по полураспаду, у нас вот по полураспаду того же кобальта, да, определяет возраст вселенной. Там один атом, да, и возраст вселенной. Ну, смешно. Этих кобальтов в этой вселенной. Сколько планет целая. Вот. А кости, они же, вот, тех же динозавров, они кишелые. Они текут, они опускаются глубоко, ну, и поэтому говорят, что там слои полязойской, или еще какая-то, ну, поэтому так определяют. Вот. А вообще возраст самый точный метод это по глубине залегания. Тем более вы будете смотреть, какая текущесть у этого материала. Ну, можете точно все вычислить. Но нас этим не занимаются. Готы, бесы, хобры и прочие другие виды людей. У них есть бессмертие или не умирает так же, как и люди, где их хронят после смерти. У них есть свои кладбища или их хронят на наших кладбищах, просто мы не знаем о том, что это другие виды людей. Но у нас, вот смотрите, то, кого мы называем евреями, зачастую это рептилии. Рептилии, они отличаются от нас от того, что у них нет пупка, потому что они яйцекладущие, и у них нет анального отверстия, у них кланка. Вот поэтому им без разницы с кем совершать половой арт мужчиной или женщиной. Вот. Ну и потом они гадят человечеству, но поскольку они, как правило, выступают как евреи, все думают на евреев, но это рептилии в реальности. то, что у них нет кладбища, но они среди нас не живут. Вот Гренландия, например, да, говорят, что там снега, но это свист. Там же Гольстрим омывает Гренландию, он доходит даже до Европы, и Европе практически субтропический климат, а там только образовавшийся Гольстрим, он еще сильный, и снега, но фейк, чистой воды, и потом ее рисует маленькая Гренландия, она больше Южной Америки, это континент, там живет как раз в Труимской империи, у нас 47 пустыни, там есть оазисы, ну, раз в пустыне туда уже не дойти, правда, сейчас там доходит иногда, да, тем более там сейчас самолеты, радиотоптеры, и прочие технические средства, которые могут там оказаться, вот, там тоже живут не люди, но у них если есть смерть, понятно, что они сами хоронят людей, в смысле своих людей, все свои меры, углы, числа, символы начинают работать сами, если применять их в жизни или без пантеона, они неэффективны, но почему эффективны, в книгах вы говорите о том, что надо возвращать своих родственников и друзей из этого света, но как это возможно, если долгое время славить богов, читать молитву, требу для вступления человечества в волк, то можно ли после этого возвращать людей из этого света, отчаян нельзя, если они не возражают, многие просятся что нужно делать для того, чтобы душа ребенка пришла из злока богов, ну так и представлять, чтобы из злока богов пришла, вот, ну а потом ведь у нас видите, чтобы была в действительности душа богов, наши детишки рождаются недоношенными, недоразвитыми, потому что мы занимаемся сексом, у нас было целомудрость, то есть раз в год, это когда рождали детей, а вот сексом занимались для того, чтобы накопить энергию, но сейчас секс превратили в возвращение всевозможное, правильным сексом нельзя заниматься, если вы начнете правильно заниматься, то есть копить энергию, к вам обязательно придут и скажут, вы прекратили этим заниматься, а если не прекратите, то вас ждет аутедафы, аутедафы это самосожжение, ну как самосожжение, у вас подожгут изнутри, с одной стороны у нас явление самосожжения бывает у тех, кто болеет диабетом, но это диабет, когда у нас вырабатывается ацетон в организме, у диабетиков он вырабатывается, так вот ацетон, если его поджечь, пламя не видно, оно видно, что колеблется воздух, но оно не видно, так говорит ацетон, и вот когда от диабета там искра, а искра может просто вы потерли одежду, искра внутри, человек изнутри загорается, его уже не потушить, но обычно вот когда загорается изнутри из-за диабета остаются ноги и руки, иногда может голова остаться, но обычно она тоже сгорает, а вот если от эдафи сгорает все, при этом одежда не повреждается, и вообще в округе ничего не повреждается, а вы сгорите, это если вы будете заниматься правильным сексом, можно при способности к телепатию стать в связи с локом богов и попросить, чтобы душа ребенка пришла из того лока, можно конечно, это не значит, что она придет, но если вы воздерживаться будете как положено раз в год, то есть в год больше не иметь никаких половых связей и половых актов, тогда у вас так родится бог, расскажите пожалуйста цвета глаз человека, какой цвет глаз был у наших предков и откуда распределение голубой, зеленый, коричневый и цвет волос. Но у нас он связан с теми частотами, которые в общем-то определялись расстоянием до светила. Вот и карие глаза, как и черная кожа, это дальнее расстояние до светила, большие расстояния там, потому что меланин вот и надо чтобы его он жадно поглощает лучи и свет ну и поэтому темный цвет а вот зеленый это голубые но они близки по спектру там есть очень нежные вот если посмотрите глаза просто наберите цвет глаз какие глаза бывают у людей цвета изумительные но у нас были фиолетовые синие глаза вот у белого населения земли но потом вот стали голубые вот зеленые тоже стали вот ну потом уже вот фиолетовые их не стало ко мне как-то на лекции подошла девушка сказала что у нее были фиолетовые глаза но она там конечно получала по полной от окружающих внутренней необычной же вот и мама ее тоже получала потому что ну где она гуляла ни у кого фиолетовый глаз не тот ребенок с фиолетовыми глазами но это наши глаза это возвращение так сказать к предкам явления такое существует но потом то стали карии нанятки светлокарии у нее вот сейчас но в принципе были когда-то фиолетовые вот ну и черный цвет понятно тоже тоже далеко находитесь находились от светила купол создан кругом вокруг всей земли или когда он двумя полосферами сначала серное закрыли полушарие потом южное пока его закрывали южное да там сделали два вала змеиные валы так называемые от желтого моря до великобритании и они защищали от потопа потому что там же упадали эти астероиды в воду пока упадали значит был потоп сразу как жили православие правильно работать своим родом и взаимодействовать с другими родами да как правильно поддерживайте их предки наши ешьте с нами предки наши пейте с нами все что мы добыли сами мы поделимся и с вами поддерживайте но они будут поддерживать если дом уже построен то что можно сделать для исправления вредных взаимодействий но стены хотя бы скруглить внутри ну вы на некоторых сайтах в своих статьях жители Нибиру написали о своей истории и там написано что Нибиру хоть и видно физически но она астральная планета что вы об этом думаете но я думаю это фейк остались ли какие-то праздники или традиции для православия которые отмечаются или соблюдаются сейчас ну конечно много осталось повторите просто зачем Владимир перешел на уступки захватчиков и отказался от всех богов но у нас потому что большинство цивилизаций богов не имеют вернее если имеют это только жрицы сам народ не имеют то есть вот Владимир перешел на якшей на якши ведь это же могут быть у них два происхождения может быть они и от астрально-ментальной конструкции того же биоциноза например то есть от биоциноза рожденная ну или от людей могут быть рождены тоже стать хозяевами местности там ушли в лес там ну и стали хозяевами назначение премьет можно узнать но они работают как излучатели все что вновь положите они будут излучать положите труп значит будет смерть излучать положите растение значит будет жизнь излучать возможно ли вспомнить свои предыдущие воплощения конечно есть растения специальные которые вызывают эту память а у нас растения которые производят целонин они блокируют наоборот память прошлой жизни что знаете про тартарию как она исчезла почему так мало информации про нее кроме старых карт и кто там жил мы являемся потомками жителей тартарии но у нас видите тартария вообще стало известно благодаря вот этой британике там их девять они насчитают это малая тартария китайская тартария узбекская тартария но их московская да то есть вот девять тартарий в реальности мало это мало народа осталось это жители подземных городов их почти все уничтожили там если их осталось ну там чуть-чуть у них естественно ну когда количество народа от народа осталось там меньше тысячи да естественно исчезновение уже обеспечено или растворение местном населении тартарии никогда не играли никакой роли у нас были Руси у нас была червоная Русь но она чара Русь вообще называлась но ее сейчас червоно называют потом синяя Русь называлась она правильно Тассан Русь называлась то есть святая Русь ну синие назвали потом чур Русь и черной Русь назвали Баларус Русь да это Белоруссия Маларус да Маларуссия ну так пять было всего пять цветов ну и еще была Великоруссия у нас паспорта еще вот до революции у нас была такая национальность Великоруссия можно узнать для чего устроились пирамиды да для того чтобы это во-первых система транспортная да то есть можно попадать ну в пределах земли ну и в пределах там наших планет можно было попадать используя как раз пирамиды с членами взрослыми членами ВОК понятно как бы с детьми но они автоматически становятся членами ВОК раз вы стали подскажите пожалуйста ВОК принимает всех но сейчас мы хотим сделать во-первых тип экзамена ну собеседования вот потому что ну чтобы не проникали и нас потом не забраковали потому что мы как бы нас неразумными а именно продвинутыми обозвали то есть у нас статус позволяющий оставаться на земле я сама автоном голдать можно любое количество времени главное отношение к этому в конце горях люди были настроены на смерть поэтому умирали если относиться голданию как к образу жизни то ничего не случится плохого а наоборот будете здоровы и счастливы и ни от кого независимо не пить обязательно пить нельзя согласен если техника которая позволяет никогда не выделять гавах какой практикой можно добиться такого состояния сознания чтобы темные не трогали меня и что будет в жизни если не выполняет выделять гавах вообще но вызовите вопросы этих структур они следят за этим но не за всеми следят в реальности а если вы будете все время положительные эмоции излучать понятно что никого гаваха у вас не будет и с вас толку как козла молока если праноиды атомномы стареют то почему тогда бессмертный не стареет в чем секрет но они не живут среди людей индукции старости нету потому что когда человек живет среди людей стареющих умирающих но ему все это передается он сколько не едов посмотришь в 70 лет не ед он такой же старенький как и все остальные в 70 лет так же как признавать или создавать джина и как с ним себя вести ну так вы так себя ведите вот не торопитесь не насилуйте его своей назойливостью просто какие-то подарки ему даете славы там вот читаете обратите на себя внимание он обратит свое внимание на вас история фильма Аватар очень похожа на нашу историю земли которая описана в ваших книгах жизнь камерон показал истинную историю земли но у нас вы видите это время Трумэна произошло когда вот эти инопланетяне заключили с Трумэном договор использование людей на опыты да взамен они показали вот 10 тысяч летнюю историю земли вот там было 2 таких кругляшка вот и у них не экраны как у нас телевизора а у них графическое изображение и вот вся это была показана и это показали режиссерам ну и вот один из них создал этого аватара если Владимир отказался от всех богов есть смысл молиться им сейчас они услышат помогут но я думаю что жрецы не могут отказываться от богов люди да им они не нужны достаточно их ши Владаш рассказал про каменных людях на южном Урале это откуда они но многие были окаменели специально чтобы пережить этот маразм весь у нас целые пещеры окаменевших людей но там окаменение вот когда сами они окаменевают это мурам получается а вот когда насильственное окаменение ну это обычно гранит там или базальт или еще какой-нибудь минерал ну вот эти трикотовые статуи в Китае ну это вот окаменевшие люди ну они же приезжали сюда в Москву в два раза приезжали из декции поняла что она продолжает традиции князя Владимира в чем стоит продолжение традиции если он отказался от богов то отказался и от славления а мы ставим богов проводим отдание дани благоденствия остается проведение тризны отличий для перевоплощения если я что-то не так поняла да нет все правильно для людей они не нужны боги им не надо для жрецов надо потому что жрецы получают от богов дары но дар это превращение человека самого в бога вот вы говорите если вы начнете развивать чудесные способности к вам придут темные и поставят ультиматум либо ты не развивайся не проявляйся не левитируй не телепортируйся либо мы тебя убьем сажим рослим и так далее вот вопрос разве источник не дал всем равное право расти развиваться эволюционировать и поэтому правом мы можем просто не бояться угроз темных и ничего не смогут поделать вас же Владимир Алексеевич как-то уберегает бога неосвязанно 40 нападений значит любой человек под защитой источника просто с источником надо соединиться так что сделать чтобы темные не могли поступиться но надо под юрисдикцию наших галактических вот этих всех законов попасть для этого надо чтобы вас признали разумно наше естество находится в душе или в духе или это просто тела и наше реальное сущность не в этом месте да нет в этом месте да это наша сущность информация это ведь не новая это все старое правда ли что мы в параллельной реальности душа которая умерла в этой может оказаться живой виной конечно как ее вызвать из параллельных реальностей или самой туда переместиться или можно просто вызвать ее в эту жизнь вообще у нас вот многие кто думающие да и пройдя школу жрецов да они становятся вольными каменщиками то есть они переходят в другие миры путешествуют но с помощью камней вот ну и с нами теряют связь понятно зачем мы ну тем более я говорю если у вас достижения мне не надо об этом говорить вы засветитесь во первых да вот во вторых если я это не дай бог не знаю но я получу по голове вместе с вами но если знаю только что говорить я не знаю то строил китайскую стену китайская стена на 50-е годы 20-го столетия построена была нашими но это не совсем наше там было государство манжурия там 70 миллионов человек жило ну вот их согнали на строительство этой стены ну и там могильники там миллионы людей похоронили в этих могильниках около стен но говорят что там и тысячи лет строили ну как сейчас любят рассказать китайцы но ее за несколько лет построили потому что очень много людей было задействовано на это строительство если после чтения молитвы требуют по всем правилам не прислали подтверждение в имя как вы сказали не дошли до некоторых подтверждений то можно еще раз запросить чтобы получить официальное признание члена бога и на какой адрес написать что вы прислали документы ну бог так называется адрес я нашла на шерманке звездные врата в королевском саду расскажите подробнее про звездные врата это транспортная система старой земли у нас во первых типа станции ниже дорожная а вот именно звездная она на озере лама находится вот я туда чуть бы не попал один раз вот но мне инопланетяне рассказали что там может попасть в любую точку не только нашей галактики но и близ лежащих галактик на любую планету можно уточнить прямо любопытно стало если выделять только положительные эмоции и не выделять гавах все-таки человек выходит из матрицы тогда и он становится прямо в источник да он выйдет из матрицы каким образом наших богов используют против нас и друг против друга но у нас вот византия она же приняла православие да и обращалась к нашим богам чтобы они помогли ей победить нас понятно был конфликт одни и те же боги ну и понятно что так вот травили велится на первом натом ну они это умеют делать ну все вопросов больше нет но я с вами прощаюсь ну и спокойной ночи у кого уже ночь на дворе ну и